Смотри, кто, что ли? Ты смотри, а? Бабка-то вообще в шоке. Чувак, наверное, слушает мои прогнозы. Точно, слушает прогнозы, короче. Жука и Виталий трейдблок. Вот, смотри. Смотри, так, покупать рипл и по 50 центов продам всё! Друзья, всем привет! Жука и Виталий на связи. Сегодня, как обычно, кратко и по делу. Мы с вами дождались роста по биткоину, как я позначал в предыдущем выпуске. С наибольшей вероятностью у нас с вами должен был быть пробой уровня 8300. Также я позначал краткосрочную ситуацию. Краткосрочную ситуацию я говорил, что 800 мы с вами очень вероятно пробьём. 8200. Есть такая вероятность. Мы пошли до уровня 870. И от него пошли дальше на коррекцию. После этого мы начали уже отыгрывать и восходящий сетап. Соответственно, каких движений нам стоит с вами ожидать в дальнейшем? Наконец-то мы уже солёный. Вот почти-почти дождались окончания ремонта. Ещё немножечко мы наконец-то въедем. И тем более сейчас здесь так всё здесь озеленили. Прям красота неимоверная. Реально, гляньте, вот смотрите, прям вокруг-вокруг-вокруг. Всё-всё зелено. Всякие детские площадки. Там тоже находятся всякие детские площадки. Скейтпарки. Дофига всего. Я, конечно, сейчас немножко такой радостный. Но и радостный в том числе и из-за движения рынка. Несмотря на то, что у меня большинство активов находится сейчас в альткоинах, в любом случае такой оверрост, он будет нам давать рост альткоинов. Потому что у нас с вами будут переходить объемы из биткоина в альту. Это в любом случае так. Биткоин, в принципе, у нас всё время идёт первым активом, как мы с вами наблюдали уже на прошлом росте. И сейчас надо именно отслеживать, как он себя поведёт. Входить в биткоин на тех уровнях было опасно. В позапрошлом выпуске я говорил, что можно его будет прикупить на уровне 7600. Но, если честно, это тоже была такая очень так себе точка входа. Всё-таки более очевидны были движения по альте. Именно вот я обращал внимание на Ripple. Потому что, ну действительно, там, во-первых, у Ripple очень неплохая страховочка на уровне 31 цента. Ну и плюс, прошлое движение мы не до конца реализовали. И вот на этом пробое мы, в принципе, должны тот же Ripple до уровня, ну минимум 46 центов мы его должны реализовать. Давайте же обсудим, что у нас, в принципе, происходит по биткоину. Сейчас всё это движение, оно началось с азиатской сессии. Вчера я писал в Инстаграм, во все-во-все-во все соцсети, там, кстати, что-то новенькое появилось, ссылочка в описании, что азиаты начали лить объёмы. И для нас очень важно закрепиться на уровне 8200 долларов, 8300 долларов. В принципе, на данный момент мы тоже должны наблюдать за этими уровнями. И на данный момент, несмотря на то, что мы с вами подросли до уровня 8800 долларов, мы должны отслеживать в первую очередь, как себя будет вести актив на 8250-8300. Это действительно очень-очень важно, потому что, ребят, если мы будем пробивать 8250 с закреплением, то обратно на 7600 мы с вами уходим. Если расценивать данную ситуацию, в принципе, она уже показывает, то есть мы удерживаем уровни, да, локальные, и данная ситуация уже показывает то, что сейчас начинаются панические покупки. Плюс у меня для вас есть небольшой инсайт. Сейчас майнинг оборудования в Китае, особенно айсики, очень сильно подросла на них стоимость. Не спроста так, понимаете, ни с одного движения чуть ли не на 80% растёт стоимость на всё топовое майнинг оборудование. И это, друзья, я считаю, что нужно обязательно держать в уме. Соответственно, давайте по краткосрочной ситуации, которую я всё-таки в приоритете жду от биткоина, про уровни, до которых он может дойти. Ну и, соответственно, что я жду от Ripple, сейчас обсудим, но вначале короткая реклама. Друзья, он наверняка подписан на клуб «Азиатские киты» в Телеграм. И парни перестают удивлять. Только за 2019 год они дали больше 20 прогнозов по BNB, и всем сообществам заработали более 400% прибыли. Рекомендации клуба «Азиатских китов» разлетаются по всему крипто-сообществу. А как мы все с вами прекрасно знаем, это положительно влияет на курс криптовалют. Также, друзья, я видел их сигналы в веб-группе, и хочу сказать, что там действительно довольно большое количество профитных сделок. Ссылку на канал вы найдёте в описании, а мы с вами продолжаем. В биткоину мы на самом деле сейчас наблюдаем за паническими покупками, и данные панические покупки можно наблюдать вплоть до уровня 9400 долларов, потому что там уже будут сопротивления. То есть, соответственно, уже предыдущий хай на 8500 мы пробили, причём даже пробили, там была тень свечи, и её мы тоже пробили. Поэтому, что касается краткосрочной ситуации, смотрим, как закрепимся на 8500, и обязательно наблюдаем за уровнем 8200-8300, там я уже без полтинника буду, потому что именно этот уровень сейчас крайне важный. Друзья, к сожалению, дать там прогноз, прям вот как оно будет, невозможно. Сейчас надо смотреть, как будут себя вести объёмы в моменте. В моменте, вот на азиатской сессии заливали, закончилась азиатская сессия, каких-то оверобъёмов нет. Также обязательно мы с вами должны учитывать то, что у нас остался гэп на CME. В принципе, действительно, я не очень на это всё дело как бы рассчитываю, да, но практика остаётся практикой. Друзья, данные гэпы, они постоянно закрываются. Соответственно, откаты до уровня 7600, в любом случае мы этот откат получим. Другой вопрос, когда он будет. То есть, он будет через рост там на 9, 10. Кстати говоря, зарубежные ютуб-каналы все как один топят за 10 тысяч. Там другого даже мнения нет. То есть, за границей только 10 тысяч, других вариантов нет. Не думаю, что дадут 10 тысяч, потому что, ну, действительность, это как бы уже слишком сладко. Вот действительно, ловушка уже хорошая. Люди даже сейчас по уровню 8800 долларов данный актив позалетали. Плюс, не забывайте, сейчас только начнётся какие-то движения по битку, такие, ну, немножечко волнующие, интригующие, сразу же у нас начнётся переливаться всё в альту. Альту надо будет быстренько подхватывать и дальше уже ждать какой-то глобальной коррекции. То, что мы сейчас будем там пробивать все хаи, ну, по технике это исключено совершенно. Что касается там тенденций на крипторынке, да, такое бывает, то, что проходят уровни, как по маслу, не глядя, но мы же всё-таки должны от чего-то отталкиваться. В данном случае техника показывает, что такой рост, нереальный рост без коррекции остаться, ну, не может никак, никаким образом. Поэтому, ребят, действительно очень важно сейчас следить за активом в моменте. Если разматривать среднесрочную ситуацию, учитывать ситуацию новостную на рынке, действительно очень хороший фундаментал. Плюс, если учитывать ситуацию того, что у нас действительно начались панические покупки, за девятку выкинуть могут, реально. Но те, кто до сих пор сидят в биткоине, друзья, ну, вот дальше уже рискованно. Заходить определённо, точки входа точно нет. Но те, кто до сих пор сидят в биткее, его не фиксируют, вы очень сильно рискуете. Фиксировать всё? Однозначно нет. Но хотя бы часть какую-то. Вы и так уже отсидели довольно крутой рост. Я понимаю, что можно там себе придумать, что этот рост сейчас идёт до 20 тысяч. Нет, без коррекции такой не может быть. Вы просто даже посмотрите графики 2014, 2015, 2016 года. Такие росты, да, они довольно часты в криптовалюте. Но вот чтобы без коррекции, без коррекции с кровью, со слезами. Нет, такого не бывает. Давайте довольно кратенько обсудим ситуацию по Ripple. В принципе, я её обозначал в предыдущих выпусках. Но тут тоже такой моментик. Ripple сейчас на росте биткоина, честное слово, не показал каких-то сверхобъёмов. Да, у меня позиция по нему плюсовая. То есть я набирал его от 37 до 40 центов. Позиция там в какой-то плюс. Но, извините, он нам показал максимум 41,5. Хотя должен был показать уже на этом росте, но в районе 43-44 центов. По крайней мере, 42 пробить точно центов должен был. Из чего я делаю вывод, то что по активу нужно быть действительно аккуратным и начинать фиксироваться от уровня 46-47 центов. Хотя бы часть позиции. То, что нас отправят за 60 центов одним движением, ой, друзья, очень навряд ли. Поэтому, ну, действительно, будьте как можно более внимательны. Также я тут обратил внимание, у меня биткоин-СВ, оказывается, был. Несколько штук этих биткоин-СВ. Ну, так как у меня был биткоин-кэш, он тоже показал сильный рост. В принципе, наверное, этот актив тоже есть смысл зафиксировать, потому что, ну, там, какого-то фундаментала-то нет. Тупо форк-форка. Поэтому тоже насчёт этого подумайте, там, не возлагайте на него очень больших надежд. С соображениями по рынку, друзья, поделился. Действительно, сейчас такой момент, когда именно нужно смотреть за объёмами, которые могут быть, ну, действительно, очень резко влиты. Буду делиться с вами соображениями во всех своих каналах, в сообществе на ютубе, в инстаграме, в телеграме. Везде буду делиться. Поэтому обязательно подписывайтесь. Если выпуск был полезный, поддержите выпуск Лойсом. Комментарий свой оставляйте. Да, и, собственно говоря, до следующего выпуска, друзья. Работаем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова